Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. И сегодня мы будем говорить о физкультуре и спорте. В части создания в нашем городе как раз условий для того, чтобы население города массово занималось спортом. У нас в студии начальник городского управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кощеева. Здравствуйте, Мария Владимировна! Добрый день! И начнем, наверное, с приятного, с того, что мы можем порадовать рязанцев, чем мы можем порадовать рязанцев. Уже проходила в средствах массовой информации новость о том, что в этом году и этим летом в Рязани появится несколько новых, хорошо оборудованных спортивных площадок. Да, конечно. Основная задача работы управления – это привлечение населения к занятиям физической культуры и спорта. Для того, чтобы мы могли не только привлечь, но и где было людям заниматься, мы должны создать материально-техническую базу. В этом году на территории муниципального образования с помощью «Газпрома» будет построено 7 спортивных площадок. Это 5 площадок на базе общеобразовательных школ, 3-й, 4-й, 9-й, 47-й и 73-й. И 2 площадки на улице Советской армии и 2-я на пересечении Шевченко и 2-й линии, напротив спорткомплекса «Манеж юности». То есть практически в каждом районе города по спортивной площадке получается, то есть разброс даже образовательных учреждений, он такой достаточно широкий, общегородской. Что это будут за спортивные площадки? Чем там можно заниматься? И есть ли уже какие-то аналогичные примеры в городе? Аналогичные примеры – это 44-я школа, это спортивный комплекс «Химик», «Локомотив», площадка игровая, это баскетбол, это мини-футбол, площадка оборудования всесезонным покрытием прорезиненным и имеет металлическую сетку, ограждение трехметровое, которое позволит заниматься детям в любое время года. Мария Владимировна, у нас на самом деле, мы как-то беседовали, наблюдается положительная динамика, с каждым годом людей, приобщающихся к физкультуре и спорту, становится все больше и больше. Насколько я понимаю, в этом году тенденция по-прежнему сохраняется, и все больше населения Рязани оказываются вовлечены в этот, безусловно, нужный и важный процесс, прежде всего, для здоровья. Я думаю, что эта тенденция теперь у нас идет по всей стране, да, благодаря Олимпийским играм, которые прошла в нашей стране, интерес к занятиям спорта, он возрос в несколько раз, и желающих, естественно, и в нашем городе становится все больше. Даже за 2013 год численность занимающихся у нас возросла до 160 тысяч человек. И у нас культивируется 37 видов спорта, и только 15 тысяч детей у нас занимаются в спортивных школах. А школы у нас в городе 13 муниципальных, и два клуба. Один клуб «Интеллект», шахматный клуб, и спортивное учреждение «Муниципальная химик» с прекрасной спортивной базой, где можно заниматься и футболом, и хоккеем, и баскетболом. Это замечательная база. И на территории муниципального образования еще есть и областные школы. Это школа «Олимпийцы», это «Ледовый дворец Олимпийский» и клуб «Родной край». То есть я к тому, что с открытием вот этих площадок, которые, насколько я понимаю, запланированы ко дню города, ко второму августу, есть надежда на то, что количество занимающихся будет еще выше. Да, конечно. С одной стороны, детям будет комфортнее те, которые уже занимаются. И, конечно, мы будем проводить обязательно опять акцию «Запишись в спортивную школу», которая в прошлом году действительно жителям очень понравилась. Только в одну школу Антей записала за один день 100 человек. Это говорит о том, что действительно интерес есть не только у родителей, но и у детей записаться и выбрать себе вид спорта по душе. Как мы уже с вами сказали, в дню города планируется открытие после реконструкции спортивного комплекса Харлампиева, детской спортивной школы Юпитер. Также школа Антей открывает двери реконструированного здания за школой 37 по улице Толстого 5. И на Тимаковой будет открыт тир на базе школы «Фаворит». Тир, который когда-то был, что называется, да, а потом вот в это лихое перестроечное время, когда все приходило в упадок, тоже пришел в упадок и прекратил свое существование. Да, к сожалению. Ну, хорошо, что есть люди, кому интересен этот вид спорта, которые хотят помочь и которые хотят заниматься. Ну, вот ваше управление есть строчка «массовый спорт». Массовый спорт, он прежде всего идет из дворов. И несколько лет назад в городе были в качестве эксперимента установлены так называемые площадки с уличными тренажерами. Вот у меня, в частности, в дворе дома, где живут мои родители, такая площадка стоит. Ну, колоссальной популярностью пользуется среди местных жителей, причем разных возрастов, от маленьких детишек до пенсионеров. Есть ли планы у городских властей по установке таких площадок в этом году и планы, что называется, на последующий период? Потому что, по моему глубокому убеждению, такие площадки быть должны, ну, просто в шаговой доступности. Конечно. Хотелось бы, чтобы было больше. Пока у нас пять таких площадок, да, это на базе стадиона «Химик», «Локомотив», на улице Интернациональная, в Дягилево. Вот. И рядом с теннисными кортами на Братиславской. В ближайшее время мы планируем поставить такую спортивную площадку в Комсомольском парке, на Московском. Я думаю, что этим летом мы ее осилим, обязательно откроем. Вот. И впоследствии, конечно, в будущем мы планируем, чтобы сеть таких площадок действительно множилась. Сама наблюдала, действительно, и молодые мамы, и дедушки, и бабушки рядом коляску качают и сами тут же занимаются. Действительно, очень востребованы. Ну, действительно, лучший пример здорового образа жизни. Ну, и вот по своей депутатской практике могу сказать, что у людей, живущих в наших дворах, очень востребована тема даже установки не детских игровых площадок, потому что их, ну, слава богу, становится все больше, а игровых площадок для игровых видов спорта. Коробку сделать, каток залить в зимний период времени, летом там какие-то баскетбольные кольца повесить. Очень об этом население просит. И вот хорошо, что открываются такие площадки, что называется, на базе общеобразовательных школ. Ну, наверное, надо подумать о том, чтобы и во дворах их тоже как-то, может быть, где-то за муниципальный счет, где-то за счет каких-то частных инвестиций тоже как-то привлекать. Да, рассматриваем мы эти вопросы, чтобы с помощью бизнеса эти площадки у нас множились. И почему мы делаем при общеспортивных, ой, общеобразовательных школах, это все-таки поставить площадку одну, а потом нужно, чтобы кто-то за ней наблюдал, да, кто-то поддерживал на лежащем состоянии. Есть у нас площадка, например, рядом с дворцом молодежи во дворах, где замечательно построена выдача инвентаря для занятий. Детки собираются со всех микрорайонов, даже с недостовием приезжают на эту площадку, где любому желающему может получить мяч футбольный, волейбольный и позаниматься на этих площадках. То есть она не должна быть бесхозная, она должна быть кому-то принадлежать и кто-то за ней должен следить. Ну что же, от массового спорта к спорту высших достижений этот год спортивный, но по большому счету еще только начался. Тем не менее, знаю, что уже есть определенные достижения и определенных достижений ждете, когда все хорошо с массовым спортом, тогда и медали, что называется, бывают. Как у нас в этом году дела обстоят с медальным зачетом? Ну, замечательно. У нас и медали есть, и в изнаборствах у нас, да, и Пыляев совсем недавно опять нас порадовал своим выступлением. И юные спортсмены нас радуют. А самое главное, что наступил летний период, где не только тренировочный процесс, который проходит в залах, нам нужно перенести его для оздоровления в летние спортивные лагеря, да, проведение учебно-тренировочных сборов. Наши дети сейчас выезжают в детские спортивные лагеря, более полутора тысяч детей будет оздоровлено, и все это на базе лагерей муниципальных и региона. А какие-то проблемы в этой работе, что называется, есть сейчас, и все ли наши спортсмены, скажем так, смогут получить должную подготовку вот именно этим летом? Максимально, да, максимально возможно. Дети основные, кому нужно было именно выехать за пределы Рязанской области, выезжают на учебно-тренировочные сборы за пределы региона. И те, кто дети помоложе, они проходят оздоровление и учебно-тренировочный процесс на базе лагерей. Это смена, сказка, Лучезарный, Озерный. Дети там. То есть такие вот спортивные смены получаются, что называется. И со своей стороны, как управление, мы проводим спартакиады среди детей, которые в городе находятся. У нас есть и именно городской лагерь. Это на базе детской спортивной школы «Волна» и «Антей», которые сейчас мы проводим в своей спартакиаде. Взаимодействуем с управлением образования, также проводим отдельные спартакиады соревнований для детей на базе загородных лагерей. Очень много мероприятий в течение летнего периода. Ну и вопрос, который просто не могу не задать. Уже достаточно давно у нас поднималась тема необходимости строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Приокском поселке, который, что называется, обслуживал бы жителей Московского округа, самого крупного в Рязани, где, ну, что называется, каких-то таких стадионов общедоступных практически не осталось. ФОК на Приокском за школой-интернатом на улице Молодцова будут строить все-таки или нет? Да, конечно, я могу порадовать жителей, что этот ФОК запланирован в стройках на 2015 год. У нас уже отведен земельный участок, у нас уже есть проектно-сметная документация. Самое главное, что этот проект вошел в программу, и есть основания предполагать, что в следующем году начнется стройка. Ну что ж, с хороших новостей начали, с хорошими новостями и закончим. Это была программа «Лицом в городу». У нас сегодня в гостях была Марина Кощеева, начальник городского управления физической культурой и массового спорта. Мы говорили о спорте, о здоровом образе жизни в Рязани этим летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова